В описании к видео вы можете найти временные метки, нажав на которые переместитесь сразу в соответствующую часть ролика. Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите на экране, выполнено профессионалами. Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня на канале обзор еще одного российского купожирного трехлетнего виски. На этот раз это Black Beast, черный зверь. Компания Ладога делает этот виски, как написано, шотландский. Не знаю из каких спиртов, к сожалению, информации нет. Кстати, прошу не путать с бутылкой, на которой в надписи присутствует B&B, потому что, я так понимаю, это абсолютно разные виски. Итак, я налью и чуть-чуть расскажу дальше. Как можно заметить, дозатора на бутылке нет. Пробка используется обычная винтовая металлическая. Бутылка обычная и висковая. На ней нет никаких элементов брендирования. Дату производства можно найти сзади над штрих-кодом. В моем случае это 18.05.2022 год. Купил я эту бутылку примерно рублей за 600 в магазине метра. В других магазинах не встречал, но, возможно, она где-то есть еще. Итак, налил, пусть чуть-чуть постоит, и мы продолжим. Итак, напиток постоял, можно продолжать. Что же мы имеем? По цвету достаточно янтарный, такой средний, не темный, не светлый. На краях стакана оставляет, оставляет ли, оставляет очень много таких не очень быстро спадающих ножек. На запах есть сладость, карамель немножко и спирт. Больше в запахе я ничего, к сожалению, не улавливаю. Что же, давайте попробуем на вкус и, в общем-то, сделаем какие-то уже выводы. Можно его пить нельзя. К сожалению, компания Ладога не порадовала меня до этого ни одним своим виски, который я пробовал, возможно, из тех, что не пробовал. Есть еще какие-то варианты, но пока, пока это не очень. Ну, есть немножко, да, немножко сливочной карамели, сладкий, немножко горчит, что неожиданно. Есть небольшой дым, и, наверное, это и все. Ну, не знаю, нормально. Пока нормально, компания Ладога пока не расстроена. Давайте попробуем с колой. Вжух, кола в стакане, пробуем. Опачки. Неожиданный поворот, сырой картон появился, то есть газировка его все-таки вытянула на поверхность. Не знаю, не знаю, но компания Ладога, в принципе, обычный ее запах. Давайте попробуем. На вкус, к сожалению, с колой появляется спиртуозность излишняя. Напиток, кстати, 40-градусный. Также появляется вкус сырого картона, что совсем не радует. И, в общем-то, все перебивает. Поэтому с колой пить неприятно. То есть, если самостоятельно напиток еще можно употреблять, и, как бы, понятно, что звезд с неба он не хватает, но, по крайней мере, он не очень гадость. Ну, с колой, короче, не порадовал, возможно, с негазированным чем-то, то есть яблочным соком, вишневым соком или еще чем-то, возможно, он будет неплох. Но с колой и, я думаю, другой любой газировкой появляется вкус сырого картона, к сожалению. К сожалению, компания Ладога опять не оправдала. Черный зверь не зашел. Поэтому, ну, не знаю, это 4 из 10, а 5, как и у всех последних, наверное, виски от компании Ладога, радости не приносит. Мне, по крайней мере, потому что я люблю виски и колу. Вам, возможно, понравится, но это тоже под вопросом. В принципе, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, будет интересно.